Всем привет! С вами Алекс и сайт RMPC.by В этом видео хотелось бы запустить на различных конфигурациях ПК только что вот вышедший асимметричный шутан Death Garden от разработчиков Dead by Daylight Значит, это у нас асимметричный шутан то есть 5 бегущих должны спастись от одного охотника, тоже игрока то есть асимметричный шутан Вышел 14 августа Смешанные отзывы, в основном немножко ругают оптимизацию, FPS, дисбаланс В общем, на старте обычное дело, может еще поправят Значит, что у нас? Русский язык тоже присутствует, озвучка По минималкам, очень высоки Win 7, 64 биты выше, Proz i5-2500K или 8-метерная TMD 8 оперативной И видеокарты, что интересно, GTX 770 или AMD 7970, R9-280 Но эти карты обычно 3 выше видеопамяти идут 9x11 обязателен Что у нас по видеокарте? На суперслабом ПК для начала буду запускать Значит, вот, буду запускать на 630-ки Хотя в минималках стоит 770 или 7970 Вот такие высокие карты Посмотрим, что я получу на 630-ки Не забывайте, что данная табличка будет по ссылке в описании Настройка слабой ПК для игр, чтобы вы ориентировались по своей видеокарте Также здесь различные советы и рекомендации Плюс в описании будет ссылочка на полный список запусков игр на слабом ПК В одном месте, в этом порядке для удобства Я давайте все отрубаю, перехожу к игре Итак, я в игре Сразу отмечу, что записываю на смартфон, чтобы не терялся FPS Потому что ПК и так слабый По настройкам поставил все минималки Минимальное разрешение 1024 на 768 И графику тоже все низкое Все низкое, все что можно отрубил Что в итоге получил? 10-15 кадров Конечно же маловато У меня тут получается 4 ядра 4 оперативные, 5 гиг файл подкачки 630-я карта И видно, что упирается в видеокарту Я, кстати, пробовал и на 2 ядра запустить Но была бесконечная загрузка В общем, не получилось А на 4 ядра слабеньких Даже уровня FX4300 Там FX4100 Там начальные i3 Можно запустить, поиграть Но сейчас вот упирается в 630-ю карту На ней больше 20-ки получить Не получится FPS И, конечно же, это очень неудобно В такой динамичной сетевой игре То есть нужно что-то помощнее Перехожу к следующей конфигурации Теперь вы можете войти в сад Итак, теперь тот же 4 ядра проц 4 оперативные, 5 файл подкачки И 7770 Это 1 гигабайт DDR5 карта И здесь уже, конечно, стало получше 25-30 кадров, в общем, будет Несмотря на высокие минималки На такой слабенькой карте можно поиграть И видно, что здесь уже, опять же, упирается в видеокарту Но 25-35 кадров можно получить То есть это для тех, кто ноут И слабенький АПК Здесь, по большому счёту, конечно, желательно повыше FPS Но уже можно, уже можно играть А так даже на 4 оперативке с подкачкой вполне можно погонять Перехожу к следующим конфигурациям А теперь к самому интересному К тестам, которые прислали зрители Для начала хотелось бы отметить, что каждый из вас Может присылать свои тесты игр Для этого вступайте в группу ВК Ссылка в описании и там Пишите в ЛС Ну и посты, смотрите, что сейчас Делаем, какой тест Плюс вы можете присылать не только тесты Может какие-то интересные мысли, идеи Какие-то там моддинг ПК Или ещё что-то В общем, если вы хотите что-то рассказать Интересное о себе, о своём ПК Вступайте в группу ВК и пишите в ЛС Рассмотрим, подумаем Может сделаем другую рубрику Итак, первый тест прислал Александр Тизяев У него мощный ПК И 777-70 16 оперативные 1070 видеокарты Как видим, у него, ну, конечно же, неплохо работает То есть, даже оптимизация на старте Ну, тут, конечно же, фпс скачет От 70-ти там до сотни Но работает неплохо Проц прогружен на 60% примерно Три видеопамяти использована на максимуме, что интересно Ну и, в общем, таких просадок Чтоб до 30-ки вроде бы замечено не было 115 кадров Ну, это понятно, здесь узкие пространства Такой вот графен на максималочках мы можем видеть Ну, и такой вот игровой процесс Очень динамичный, быстрый В общем, тут всё работает неплохо Перехожу к следующему тесту Выходы открыты Активирован провалый режим Следующий тест прислал Серёга 2407 Что у него по настройкам? 1280 на 720, всё минималки, низкие настройки графики У него i5 3450 4 только оперативная И 660 на 2 ГБ видеопамяти И что мы видим на минималочках В HD разрешении Не будем забывать, что игра очень требовательная На старте, по крайней мере 1560 видеопамяти использовано Проца 3450 хватает на минималках 60 примерно процентов загружено Оперативки под 6 гиг И сейчас вот у него 60 фпс 60, 70 От 40 до 70 Когда упираешься во что-то В общем, в среднем, скажем, 45-50, наверное Даже 45 фпс Неплохо на такой системе с 4 оперативки То есть игра не требовательна к оперативной памяти Файл подкачки её может с лёгкостью заменить Без особых каких-то фризов Которых мы здесь вообще не замечаем А так, неплохо на этой системе работает В HD разрешении, правда Ну, графен тоже не особо-то режет глаза Это, в общем-то, сетевой бешеный шутан Здесь главное Игровой процесс Перехожу к следующему тесту Следующий тест прислал Brink6119 У него Full HD И всё на максималках По системе у него, как видим, мощная Такая i7-77-00 1060 на 6 гб И 16 оперативный То есть, ну, такая хорошая геймерская система Что у него по фпсу? Кстати, ну, то, что по оптимизации пишут Ну, вот обычная игровая такая система И ниже 60 фпс я, в общем-то, и не видел, чтобы падал То есть 60 плюс 60-80 фпс Это вполне неплохо По загрузке системы 2.6 видеопамяти 2.5-2.6 проц Примерно на 70-80% прогружен Тоже вполне себе неплохо То есть, ну, какого-то такого провала в оптимизации В общем-то и не видно Вполне себе играбельно Посмотрим, что будет Dash ещё с игрой А так, неплохо Давайте перехожу к следующей конфигурации Следующий тест прислал Александр Шишелов Давайте посмотрим, что у него по настройкам Разрешение 1920 на 1080 И, кстати, очень высокая Почти всё поставил Только тени тут на высокое поставил И листву По системе у него Proz MDF 6300 8 оперативной 1050 на 2 ГБ Что-либо бытно, кстати У него здесь, смотрите, яркость Так отличается контрастность То есть, добавил цветов Вроде до этого намного более блеклая игра была Но, видите, здесь уже вот так выглядит В общем, 1050 на 2 ГБ Что мы видим по FPSу Примерно, ну, 30-40 То есть, 35 может быть в среднем И, конечно, для такого динамичного Что-то на это маловато Желательно, наверное, всё-таки Подсбросить настройчик И получить 50+, Но, как видим, вот так вот Система здесь загружена Proz FX6300 Ну, неплохо так Полноценный Proz FX6300 На 50% где-то загружен Видеопамяти 1700 Оперативки 4.2 Ну, плюс подкачка под 8 В общем 30-40 кадров И время кадра Ну, неплохое Но что-то высоковато В общем, неплохо На FX6300 и 1050 Перехожу к следующей конфигурации Получим ключ Следующий тест прислал Тоже такой зажиточный ПК-боярин У него Proz 5.7600K 16 DDR4 оперативный И 1060 на 6 ГБ И в Full HD разрешении Всё постояло на высокое На сверхвысокое Ультра, в общем И что по FPS 60-70 кадров То есть неплохо То есть каких-то адских просадок И здесь не было замечено Неплохо Работает в 60-70 и выше FPS Кстати, что любопытно Цветовая гамма изменяется Если ты играешь Вот, допустим Как в этот раз За бегуна За охотника Предыдущий раз было Поэтому было немножко так По-темнее Гамма А здесь за бегуна Поярче И, кстати, совет всем Кто шлёт тесты Смотрите Делайте мониторинг побольше Очень маленький мониторинг Очень сложно его наблюдать Поэтому мониторинг побольше делайте И спускайте его ниже Чтоб с интерфейсом оно не мешалось Давайте перехожу К следующей конфигурации Ну и последний на сегодня тест Прислал Николай Бугай У него 1920 на 1080 Сверхвысок В общем максималочки У него и вовсе не компа Ракета Ryzen 7 2700 16 оперативный 1080 коверклок На 8 гб видеопамяти Что же у него По мониторингу Вот как я и говорил Вот видите Очень маленькие циферки мониторинга Старайтесь делать Бош размер мониторинга У него тоже всё В общем-то классно Работает Это без каких-либо проблем Кстати гамма даже за бегуна Здесь стала такая Совсем другая Видимо от мониторов Зависит игроков Поэтому здесь тоже такая вот Вроде бы и не яркая гамма Интересная Фпс огонь Всё на этом всё Все ссылки будут в описании Не забывайте Что вы тоже можете присылать Свои какие-то видео Там идеи И так далее Всё в группе ВК Ссылка в описании Спасибо за просмотр Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok